Йоу, всем привет, с вами Рэндал, и сегодня у нас 50 на 50 челлендж. На сайте у нас дается два варианта того, что мы можем найти по ссылке, и это может быть что-то милое, а может быть что-то омерзительное. И мы не узнаем, пока не перейдем. Это может напоминать легендарный «Попробуй не засмеяться» челлендж, но только здесь будет либо что-то нейтральное, либо что-то, что оставит глубокую психологическую отметину, с которой нам придется жить всю оставшуюся жизнь. Звучит потрясающе. Хардкор уровень, это для нас. На самом деле, конечно же, увижу неприятные вещи в основном я, потому что если там будет что-то слишком мерзкое, мне придется это заблюрить, но... Вы поняли, как это работает. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам рассказать о чуваке с канала Dead Lesbian. Парень снимает различные атмосферные блоги на самую разную тематику. Он также проводит много времени в странах Азии, где снимает влоги, в которых частенько озвучиваются интересные и занятные мысли. Путешествие — это поиск оправданий. Ссылка на канал в описании под видео. У него есть даже ролик, где кот реагирует на фильм. Кот реагирует на фильм. Не знаю, как вы, а я такого раньше не видел. Обязательно зацените его канал после просмотра этого ролика. Окей, давайте наконец-то сделаем это. Милый паренек косплеит Селлэр Мун или косплей пошел не туда. Я очень видел много косплея, которые пошли не туда. Меня будет очень сложно удивить. Я не совсем понимаю, какой это из двух вариантов. По-моему, этот парень очень милый. Котята толкают свою мать, либо... Криповая насилующая кукла. Окей, первый раунд мне нравился больше по названию. Не, пока... Я хотел сказать, что все нормально, но это вообще нифига не похоже на слово нормальное. Такие видео погружают меня в некоторые трансы, потому что я включаю, и я не могу остановиться. И подобное меня гипнотизирует, и... Меня очень сложно отлепить. Но мне нравится. Здесь есть ритм. Окей, слова смерти, Вирдо, просто великолепно. Ну что ж, я могу поздравить, я уже получил глубокую психологическую травму. Я думаю, дальше смысла особого нет продолжать, но... У нас нет выбора. Это всего лишь второй вариант, господи. Номер три. День полный веселья на ярмарке, либо коллапс на ярмарке. Даже такой контент, как челлендж, могут нести какое-то образование, потому что я тут, видите, перевожу вам название, и мы вместе с вами познаем английский язык. Только, конечно, на самых странных примерах. Но да ладно. Давайте смотреть видео. Пока все круто! Блядь. Я хочу еще раз посмотреть. Ёб твою мать, я и до этого боялся кататься на всяких аттракционах. Так теперь, мне кажется, я вообще никогда не буду ходить в парке аттракционов. Спасибо, смешные видосики! Вы рушите мою жизнь! А это даже не в России происходит. У нас частенько такое бывает, что вам привозят аттракционы, которые забраковали в других странах. Блядь. Ах! Раздражающая песня, которая будет с тобой на протяжении всех дней. Или что-то оригинальное и непонятное. Какие-то символы. Мой уровень английского недостаточно хорош, чтобы расшифровать это. Окей, немного странно то, что они играют в теннис и одновременно левитируют с этим. Окей, окей, это азиатские технологии и какие-то человеческие кентавры. Азиатские. Окей. Ну, окей. Милый кот проводит успешную стелс-атаку, либо человек облажался, что наступил в стелс-какашку. Господи, даже перевод в вот этих заголовках вызывает у меня какое-то отторжение и неприязнь. Я еще даже не смотрел ее видос. Надеюсь, это будет кот. Это будет не кот, судя по всему. Да, спасибо большое. Так, погодите. Ооо! Ооо! Посмотрю-ка это еще раз. Мне сложно озвучивать то, что происходит, но типа... Женщина просто выронила какаху, и чувак в нее наступил. Можно мне, пожалуйста, что-то не такое отвратительное? Я человек высоких нравов. Мне сложно говорить слово какашка. Удивительная фигура из песка, либо два мойщика окон остались на растерзание ветра на девяносто первом этаже. Мне сложно это переводить, я понимаю, что это значит, но как это сказать на русском, я не до конца понимаю. Если у вас есть варианты, как правильно переводить такие заголовки, пишите в комментариях. Я буду рад любой вашей помощи. Я так обожаю, когда меня поправляют. Ну, у чуваков очень веселый аттракцион, как я понимаю. Гораздо веселее, чем в прошлом видео. Пока еще никто не пострадал. Но это только пока. Не, я, конечно, понимаю, что это полная жуть, но надеюсь, что с ними все было хорошо. Я могу здесь как-то шутить, но я просто так пытаюсь скрывать, что мне на самом деле дико стрёмно представить себя на их месте. Я потом скрытные какахи тоже оставлял. Блядь, блядь, какой я мерзкий все-таки! Косплей черной вдовы с классной попкой, либо белый носорог помечает свою территорию. Надеюсь, что это будет носорог. Я косплееров уже тысячу раз видел. Бля, ну я так хотел носорога, что за отстой? Почему никогда не выпадает тот вариант, который мне нравится? Вообще, возможно, что это какая-то порно-пародия. Я, наверное, могу найти исходник. Но, наверное, это чуть попозже. Ну или сделаю это сейчас. Я в любом случае всегда смогу это подрезать. Олененок подмигивает в камеру, либо самолет садится на оленя, и тот взрывается. Я очень надеюсь, что это будет первый вариант. Окей, я надеюсь, что сейчас я просто увижу оленя, и он подменет меня в камеру. Пожалуйста! Бля! Возможно, это был не олень, а просто кучка арбузов. Или человек. Блядь, ну на самом деле это очень жутко, и мне очень жаль то, чем бы это не было. Даже если это кучка арбузов. Вам может показаться, что я очень веселый для просмотра этих видосов, но на самом деле это просто такая форма истерии. Мне очень жаль. Сёрфер успешно меняет доски посредине волны, или ребёнок катится на доске для сёрфинга, по лестнице и уничтожает. Непонятно, что уничтожает себя или доску, но... Есть некоторые категории видосов с детьми, где они падают, и это смешно. И вот есть подобные, где... где я скорее переживаю за детей, и до сих пор почему-то я на это смотрю. Давайте перейдём дальше. Собака переплывает порог, чтобы спасти своего юного товарища, или надувной замок серьёзно травмирует детей. Оба варианта, мне кажется, достаточно интересными, ну, только надеюсь, если травмируют детей, то не серьёзно. Не по-серьёзному травмируют, а по-смешному. Я никогда не узнаю, что это было. Видео недоступно. Мне кажется, на самом деле, надувной замок действительно серьёзно травмировал детей, раз этого видео нет на ютубе. Фак. Ну вот, я выгляжу каким-то мудаком. Замечательно. Милый котёнок на перине, или мужчину разрезают катаной пополам? Или мужчина разрезает катан? Нет, это мужчина разрезает что-то катаной пополам. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Ааа, это милый котёнок. Его не разрезают катаной. К счастью. Точно? Да, да, всё хорошо. Я думаю, на этой позитивной ноте стоит закончить. Ставьте лайки, если видели вещи, которых не хотели видеть. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Рэндал. Пока. Можете видосы заценить, да. Я сейчас исчезну, а видосы-то останутся. Кликайте. Йоу, также не забывайте про канал Dead Lesbian. Ссылка в описании. И пока.